ЗНАК МАШИНЫ ВРЕМЕНИ Да, смотрю. Все чисто, не волнуйся, Альф. Не волнуйся, Альф. Да если бы я не волновался, нас бы давно съели. Альфу надо расслабиться. Альфу надо расслабиться. Это Амазонка через 5 миллионов лет. У нас нет реактивной газонокосерки? Прости, Луис. Нет, Сквиби, сейсмические сенсоры это очень важное оборудование. Круто. Какие у вас игрушки? Мне не терпится узнать, какие животные тут обитают. Первым делом нам нужно провести папин эксперимент. Если правильно расставить эти сейсмические сенсоры, мы сможем узнать сейсмоопасность данного района. Если она низкая, люди будущего смогут построить здесь город. Или мы спрячемся в траве и поиграем в Марка Пола. О, ты хочешь, чтобы мы притворились, что мы путешественники из 13 века? Звучит познавательно и весело. Это игра. Я говорю Марка, вы отвечаете Пола. С кем я говорю? Давайте воткнем эти штуки и потом сыграем. Один датчик установлен, остальные нужны? Нужно широкое покрытие. Эмили, установи его вон там. Иду. Готово. Будущее. Десять тысяч лет спустя. Человечество угрожает глобальный ледниковый период. Моя миссия взять машину времени и снова полететь в будущее, чтобы найти для нас новый дом. 200 миллионов лет. В моем доме, в моем доме, в доме, в доме. Девушки, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Десять тысяч лет спустя. Встречай нас! Дикий мир будущего Спокойно, дружок. Быстрее, Эм! Что это? Это какая-то обезьяна. Бросила это. Ты посмотри-ка. Какая непростая штука. Чтобы ее сделать, нужен особый навык. Нет. Видно, это дело лап обезьяны. Дикое животное сделало корзину. Посмотрим, что у нас есть про обезьян полей Амазонии. Здешние обезьяны общительны. Они живут большими стаями и используют свои длинные хвосты, чтобы подавать друг другу сигналы. Эта способность очень важна на открытой местности, так как позволяет предупреждать о хищниках. Хищниках? Каких? Ошибка в базе данных. Задайте вопрос после перезагрузки. Вот всегда так бывает. Похоже, их стоит хорошенько изучить. Они умеют делать корзины. Значит, они весьма умны. Это и то интереснее, чем втыкают в землю палки. Вообще-то можно совместить задачи. Начнем сбор информации. Идем, Сквеби. Мы напали на след корзиночных обезьян. Уверена, что мы идем туда? Да. Ведь ты наступил в свежие обезьяньи экскременты. Фу! Ха-ха-ха! Нет! И зачем же им нужны такие корзины? Может, это шляпа? Ну, это для обезьян с плохим вкусом. Я сильно сомневаюсь в этой гипотезе. Я согласна. Это вовсе не шляпа. Эти обезьяны умные. Когда я посмотрела ей в глаза, то поняла, что ей так же интересно я, как и она мне. Она думала, что ты хищник. Меня интересует, что это за хищники. И где эти хищники? А мне все ясно. Воткни палку в землю. Полегчает. У нее была странная разноцветная шерсть, но только на голове. Лицо тоже было странное. Главное, нет хвоста. О, интересно. Но ты держись от нее подальше. Слушай, Альф, вы ведь убежали раньше, чем смогли их разглядеть. Это создание выглядело весьма умным. Почти как мы обезьяны. Думаю, нужно вернуться. Хватит обезхвостых. Закончим нашу рыбалку. О, да. Ну, я потерял корзинку. Так сделаешь другую. Но не во время своего дежурства. Ах, конечно, Альф. Сквиби, не убегай далеко. Как клево. Это как бесконечный лабиринт. Видели фильм ужасов про кукурузное поле? Давайте сменим тему. Что такое кукуруза? Итан, пожалуйста, хватит. У меня начинается клаустрофобия. Эй, что это? О, это перо огромное. Большое перо. Большие крылья. Большой клюв. Спасибо, что рассказал. Мне стало лучше. Посмотрим, работает ли компьютер. Перезагрузка закончена. Главный брак обезьян – хищные птицы. Эти двухметровые создания охотятся среди травы. Используя свои хохолки для передачи друг другу сигналов. Хищники? Птицы? А, сквиби. Так нельзя. Ну, какой же ты все-таки трус. Ладно, парень, залезай не на спину. Ладно, теперь вы согласитесь. Это странно. Это очень странно. Есть идея. Передай фотографии на корабль, чтобы отец их проанализировал. Невероятно. Какая симметрия. Это не похоже на природное явление. Объяснение только одно. Это дети кукурузы. Эй, что если это все обезьянки? Это все обезьянки? Может, они здесь собираются вместе? Или дети кукурузы здесь приносят своих жертвы. Давайте установим здесь последний сенсор и вернемся на корабль. Нужно обсудить с отцом эту находку. А как же быть с нашими обезьянками? А следы на траве? Это корзина. Может, с этими обезьянами можно даже поговорить? Нельзя же... Забывать о нашей главной задаче. Установки сейсмических датчиков в регионе. Эй, Альф, я вижу хищников. Идут сюда? Нет. Но они, похоже, на кого-то вместе охотятся. А это, похоже, без хвосты. Отлично. Они их отвлекут, пока мы ловим рыбу. Но нельзя же позволить им погибнуть. Почему? Может, ты сам хочешь стать обедом для этих хищников? Ну, нет. Но что, если у этих без хвостых есть более совершенные орудия? Например, корзины? Кто знает. Ты же видел эту штуковину, на которую они прилетели? Нужно узнать о них побольше. Надо подбежать и предупредить их. О! Или я просто... Закрою рот и буду смотреть в оба. Так-то лучше. Кораблю! Что бы это ни было, просто бегите! Ах, я здесь! Я понимаю, что ты голодный, большой, и тебе нужно много еды. Какие перья! Судя по тому, как ты отделил меня от остальных, ты умная птичка. Так. А где же наш корабль? Кто-нибудь запомнил обратную дорогу? Нет. Сейчас, не до этого. Выключите коммуникаторы. Быстро! Нужно посмотреть, куда нам. Надо как-то увезти их от корабля. У меня есть идея. Найди как можно больше перьев. И мы что, улетим отсюда? Да. Перья. Ищу. Когда в последний раз мы мирно ели. Нужно поблагодарить за это бесхвостых. Хищники, наверное, тоже лежат с полными животами. Нет. Еще охотятся. Что? Они их еще не поймали? Значит, они еще голодные и злые. И могут притащиться сюда. Нужно убираться. Стой. Я лучше останусь здесь и попробую им помочь. Я же сказал нет, Декс. Но, Альф, если мы упустим шанс с ними пообщаться, то... Хватит. Мы все идем вверх по реке. Быстро. Мы оторвались от них. Но почему они такие злобные? Из-за того, что не могут летать? Си. Итан. Они выключили коммуникаторы. Или кто-то выключил их за них. Мы их тоже выключим. Нельзя, чтобы птицы нас услышали. Мы вернулись к реке. Отлично. Сможем пройти по ней к нашему кораблю. Ладно. Куда нам идти? Эм... Не помню. Но я ни за что не вернусь на то поле. Эй, смотри! Такая же, как у моей обезьяны. Да, только старшая. Но в ней полно рыбы. Вот что это такое. Ловушка? Ага. Похоже, река течет в ту сторону. А ветер дует оттуда. Луис, ты что меня не слышал? Эти обезьяны умеют делать очень сложные орудия труда. Ну, надеюсь, они поделятся. Так, Этан, давай! Сквиби, ты помнишь игру Эмили? Эмили говорит. Да. Да, верно. Но на этот раз повторяй за мной. Эйтан говорит. Маши теперь ими. Вот так, Сквиби. Операция обмануть хищника началась. Пусть продолжает. Будем надеяться, что наши сигналы уведут их от корабля. Сработало. Это наш шанс. А ты молодец, Квиль. Твои друзья нагло воруют наши ловушки. Что-то не похоже. Они не едят рыбу, а наблюдают за нами. Какие они миленькие. Да. Вот только очень большие с острыми зубами могут напасть. Предложение – положи их в корзину. Они могут подумать, что мы крадем их рыбу. Да, верно. Подними руки. Покажи ладони. Может, у всех приматов на этой планете это означает, что мы с миром. Главное, чтобы они не подумали, что твои пальцы вкусные. Кажется, они хотят вернуть мою корзину. Но почему они подняли руки? Может, это странное поведение связано с тем, что у них нет хвоста? Я не знаю. Они же на нас не кричат. Может, хотят подружиться? Теперь верни их в корзину и пошли отсюда. Я не хочу еще раз упустить шанс пообщаться с таким высокоразвитым созданием. Я развитый. Давай пообщаемся. Идем. Видишь? Оно хочет ее вернуть. А если это хитрая уловка? Вот твоя корзина. Я носила ее с собой, надеясь, что мы встретимся. Мы с моим другом не причиним тебе вреда. Элуис, он пытается говорить со мной. Невероятно. Далеко еще до корабля. Может, просто побежим к нему? Давай я сначала просто осмотрюсь. Вот он. Открыть люк. А это что такое? Бежим! Эй, попробуй вернуть им их рыбу. Хищники! Бежим! Бежим! Догоняй, Скрипи! Скрипи! О, вот это скорость. Спроси у мартышки, что бы она сделала. Луис, он навпуган так же, как и ты. Класс. Сижу на одном дереве с обезьяной. Куда уж лучше. Ничего, приятель. Мы выберемся. Ты уверена? А, ты ему сказала. Их больше? Мы будем ужином для пятерых. Си, Итан, надеюсь, вы живы? И если да, сюда! Алло? Скажи им, где мы? Они не отвечают. Продолжай! Мы сидим у реки, на дереве, с обезьяной. О, и нас хотят съесть пять голодных птиц. Алло! Привет! Мы слышим и летим на помощь. Да! Ты не вредим, приятель! Дэкс, ты жив? Эй, не думай, что мы все забыли о твоей храбрости. Отличная идея бросать хищников корзинами. Они так удивились этому. Вообще-то я подсмотрел это у бесхвостых. И решил попробовать. Ты был прав. Мы, правда, у них чему-то научились. Да, они умные. Но лезть на дерево было не лучше идеи. Это точно. Но если мы с ними еще увидимся, надо и нам их чему-нибудь научить. Да. Ты голоден? Еще как. Но я, когда бежал, потерял в корзину. То есть, убийцу хищников. Можешь взять мою. Так, Си Джи, все датчики в целости на борту. Мы можем улетать. Давайте мы перенесем наш эксперимент в другой уголок Амазонии. Два! Давай! Точно! Куда-нибудь, где нет двухметровых голодных птиц. Приветствую тебя, трус. Косяпия? Да. Папа, ты получил наши снимки симметричных кругов на поле? Да, очень интересно. Я собрал группу экспертов, чтобы проанализировать данные и попытаться понять, как мог возникнуть этот феномен. Наконец-то! У вас есть ответ на этот вопрос? Что это? Что это такое? Мы еще пока не знаем. Но мы продолжим наше исследование, пока не придем к удовлетворяющим нас выводам. Пока это остается для нас тайной. Где приземлится машина времени? Присоединитесь к Китону, Луису, Сиджи, Эмили и Сквибби в путешествии всей вашей жизни. Ведь они летят на 10 тысяч лет вперед. Приготовьтесь исследовать фантастические миры и насладиться приключениями. Приготовьтесь к приключению в неизведанное, в дикий мир будущего.